Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка Нового Завета. Наш сегодняшний урок посвящен обстоятельствам причастия Мауриста в греческом языке. Он соответствует 28 главе в учебнике Маус. На прошлом уроке мы с вами уже начали изучение причастий, говорили о причастиях в целом и особое внимание уделяли обстоятельственным причастиям настоящего времени. Причастие настоящего времени – это причастие образованное от основы настоящего времени, причастие Ауриста – это причастие образованное от основы Ауриста. Обстоятельственные причастия – это те причастия, которые описывают действие, как-то сопровождающее, связанное с действием главного глагола предложения и на русский язык переводится «дея причастия». В греческом тексте такие причастия никогда не имеют артикля и, как правило, стоят в именительном падеже и согласуются по роду числу и падежу с подлежащим предложением. То есть подлежащие исполняет два действия. Во-первых, действие, выраженное главным глаголом, а во-вторых, сопровождающее действие главного глагола, описанное с помощью причастия. Причастия настоящего времени, которые мы с вами обсуждали в прошлый раз, имеют так называемый продолженный вид. То есть, когда действие является длящимся, многократным, является попыткой, процессом и так далее, вполне естественно использовать причастие настоящего времени. Причастия Аориста описывают действие как факт. Они ничего не говорят о характере протекания действия, просто сообщают, что наряду с действием главного глагола также имеет место факт действия, описанного по-вторых причастиям. Это действие может быть предшествием действиям главного глагола, быть одновременным с ним, даже следует после него. О соотношении по времени двух действий мы потом отдельно с вами попозже поговорим, пока нам нужно усвоить вот эту идею, что обстоятельственное причастие Аориста указывает на факт действия, ну и это действие как-то соотнесено с действием главного глагола. И первое, чем мы с вами займемся, это познакомимся с формами Аористных причастий. Общая схема вам приведена в параграфе 28.5, сразу и для действительного, для среднего и для страдательного залога. Выглядит это следующим образом. Основа Аориста, ну здесь, наверное, схема для первого Аориста, причем обратите внимание, основа без приращения плюс образующее времени в действительном и среднем залоге это СА, в страдательном залоге это Т, почти привычное образующее время, собственно образующее время действительного залога мы ее знаем, она точно такая же, как и у глаголов изъявительного наклонения личных, а вот образующее времени в страдательном залоге немного другая. Там была с этой, а здесь с эпсилом, но она очень похожа по звучанию, по внешнему виду, поэтому легко узнать и легко запомнить. Плюс морфема причастия, причем в качестве морфем используются уже знакомые нам морфемы, уже изученные на прошлом уроке, и плюс соответствующие падежные окончания для того или иного склонения. То есть схема достаточно простая, но на несколько нюансов в этой схеме нам нужно обратить внимание. Первый нюанс касается отсутствия приращения. В личных глаголах приращение было, в причастиях приращения нет, но и потом изучая слагательное наклонение, поделительное наклонение, неопределенную форму глагола, мы с вами увидим, что и там, в аорисных формулах приращения отсутствует. В каком-то смысле приращение можно рассматривать как показатель прошедшего времени. Есть основа, к ней добавляется приращение, и речь идет о том, что событие происходит в прошлом. Аорис, вы помните, описывал такое вот неопределенное по своему виду действие в прошлом. И имперфект тоже описывал действие в прошлом, он добавлялся к основе настоящего времени. Основа настоящего времени описывает продолженное действие. В имперфекте та же самая основа, описывающая продолженное действие, но плюс приращение. И за счет приращения показано, что имперфект – это продолженное действие, совершающееся в прошлом. Так что, если вы будете рассматривать приращение как некий показатель прошедшего времени, то вы легко поймете, что для причастий, которые не выражают время в чистом виде, и для других форм глагола, там, повеления и так далее, вот этот показатель уже не нужен. Некоторые грамматисты, правда, предпочитают приращение описывать не как показатель прошедшего времени, а как показатель удаленности действия, ну, удаленность в том числе времена, удаленность в прошлое. Но, мне кажется, для запоминания, может быть, даже для корректности описания, это не всегда лучший подход, потому что все-таки, когда речь идет о глаголах в изъявительном наклонении, почти всегда, за очень-очень редким исключением, и аорист, и имперфект описывает прошлое, а не удаленность в будущее или какие-то там вперед-назад и в другие стороны. Нет, имперфект и аорист в изъявительном наклонении, как правило, в большинстве случаев описывают прошлое, поэтому вот этот показатель, ну, не просто удаленности, а скорее, вот такой более типичный, говорить бы удаленности в прошлое. А вот в причастиях эту удаленность в прошлое нет нужды выражать, все хронологические рамки в предложении выражены главным глаголом, ну, и какими-то другими языковыми средствами. Причастие просто указывает, что есть сопутствующее действие для главного действия, когда бы это главное действие не происходило, поэтому приращения нет. И вот запомните этот факт. По отсутствию приращения, как раз зачастую очень легко распознать, что мы имеем дело не с личным глаголом, а с причастием, ну, или какой-то другой, не личной формой. Как выглядит отсутствие приращения? Ну, для глагола low, который обычно используется в парадигме, все просто, там нет эпсилона в начале и все, но есть некоторые глаголы, которые начинаются не с согласной, а с гласной, у которых приращением было удлинение этой гласной, ну, или начинается с дифтонгой было удлинение первой гласной дифтонга, и в отношении таких глаголов нам нужно проявить особое внимание, потому что отсутствие приращения распознать и представить себе бывает довольно трудно. Ну, в качестве этимичного примера возьмем глагол элтон, который является прошедшим временем от глагола эхамай. А, ну, вы помните глагол с несколькими корнями, эти все корни нужно заучить. Э, эхамай, леусамай, элтон. И вот мы так и заучили его, я думал бы, к этому моменту, из-за уже многократных повторений и настойчивых призывов заучить, вы выучили этот глагол, и вы его помните именно вот таким образом, начинающимся с эты. Но эта, эта уже результат приращения. Там мы сразу просто заучили аористную форму, в которой есть уже и приращение. А что будет, если приращение у этого глагола убрано? Оказывается, без приращения основа этого глагола элт с эпсилом. И когда будет образовываться причастие от этого глагола, в основе причастия вы увидите именно элт с эпсилом, а не эту, как вот вы привыкли видеть в форме изъявительного накладения. Вот для таких глаголов нужно проявлять особое внимание. Ну, а теперь давайте мы посмотрим, собственно, что получается, как выглядит парадигма аористных причастий для начала действительного залога. Она приведена вам в параграфе 28.7. Ну, это глагола ло, как обычно. Итак, мужской род и средний род имеют в качестве морфемы причастия суффикс «энтэ». Перед ним стоит образующее время «са». И всё следует более-менее обычным правилам. Именительная поддержка единственного числа. Форма «лусас». Почему такая форма? А окончание здесь «сигма». Ну, обычное, типичное окончание для третьего складения. В настоящем времени там было нулевое окончание. И помните, у нас было, в причастиях получалось на конце «он». Ну, потому что «онтэ», «тэ» выпадало, и «он» оставалось, и «омикромвомигу» удлинялось. Это нужно было запомнить. А здесь всё по более-менее привычным нам правилам. То есть окончание «сигма». «Сигма» съедает «тэ», «сигма» съедает «ню». И просто остаётся «сигма». Поэтому «лу», «сас». Конечно, из-за этого съедания чуть-чуть трудновато распознать форму, поэтому, может быть, вам нужно из-за съедания знать. Ну, и вот эту форму «сас» тоже хорошенько запомнить, потому что именно причастие именитного падежа чаще всего встречаются в греческом тексте. Потом другие падежи гораздо проще. «Лу-сан-т». «Ос», «Лу-сан-ти», «Лу-сан-та». Видите, образующие времени, плюс «н-тэ», плюс стандартное окончание третьего слагогонения. «Лу-сан-тэс», «Лу-сан-тон», «Лу-са-син». Тот же самый эффект, что и в именительном падеже. «Сигма» всё съела, и поэтому «лу-са», «сигма» всё съевшая, ну, «си-н» окончание. И вовинительное множество «Лу-сан-тас». Примерно по той же самой модели всё происходит и в среднем роде. Помните, в среднем роде именительном и вовинительном падеже единственное число на любое окончание, а стоящее на конце «т» выпадает, остаётся только «н», поэтому «лу-сан», «лу-сан-тос», «лу-сантиз», «лу-сан», «лу-сан-та», «лу-сан-тон», «лу-са-син», «сигма» всё съела, «лу-сан-та». Что касается форм женского рода, то в женском роде вместо «н-тэ» суффикса используется суффикс «са». Ну, это нужно запомнить отдельно. Ну, «са», «сэ» там дальше варьируется, видите. «лу-саса», «лу-сасэс», «лу-сасэ», «лу-сасан» и так далее. Дальше всё следует обычной модели женского рода первого склонения. Но вот это «саса» или «сасэс» и так далее вам нужно хорошо заучить. То есть, что вам нужно запомнить, чтобы узнавать формы действительного залога, аористного причастия, ну, основу аориста, мы понимаем, должна быть без приращения. Потом суффикс «са», он есть и в мужском, и в женском, и в среднем роде. Потом суффикс «эн-тэ» в мужском роде и в среднем роде. А суффикс «са» в женском роде, «саса», вот эта вот такая «саса» ассоциация помогает легко запомнить. Дальше всё следует вполне обычным правилам для первого или для третьего склонения. Но всё-таки отдельно, специально заучите форму «лу-сас», потому что, или «лу-сан» для среднего рода, потому что она очень часто встречается, и её так взглянув, сразу надо узнавать, чтобы не думали, не прокручивали, что же здесь случилось, не пытались вспомнить, что там чего съело, и куда что пошло. Это часто встречающаяся форма. Такие формы просто на автоматизме должны определяться. «Лу-сас» вы видели, видите, «сас» на конце. «Ах, да, вот это вот я подозреваю, что аористное причастие». Что касается среднего залога, то его форму узнавать просто одно удовольствие, потому что в среднем залоге есть очень яркий, бросающийся в глаза суффикс «мен». Мы его уже помним посреди страдательной формы настоящего времени, и вот он опять здесь с нами встречается. Итак, именительный падеж, что единственное число «лу» — основа, «са» — образующее времени, «мен» — ну или «мено» — суффикс, и «с» — окончание второго склонения, поэтому «лу-сан» — «мено», «су-сан» — «мену» и так далее, и так далее. По обычной парадигме. То же самое в женском роде, только там, видите, этот суффик заканчивается на «лу-сан» — «мене», «лу-сан» — «нес» и так далее. И тоже в среднем роде, со стандартными окончаниями второго склонения среднего рода. Вот это «сан» — «мен» настолько хорошо бросается в глаза, что никаких проблем с распознаванием среднего залога аориста у вас просто не возникнет. Вы сразу поймете, с чем именно вы имеете дело. Теперь, что касается страдательного залога аористных причастей, напоминаю еще раз, это важно помнить, что в греческом языке, в аористе, две недействительные формы. Если в настоящее время есть действительный залог, то вот такая среднестрадательная форма, то есть одна форма для всех остальных значений, то в аористе есть действительный залог, который не акцентирует внимание на вовлеченности подлежащего в действие. Есть средний залог, который подчеркивает вовлеченность подлежащего в действие. И есть страдательный залог, который указывает на то, что подлежащие подвергаются действию. А кое-где употребление среднего страдательного залога пересекается, и средний залог можно назвать средний, ну там с чуть-чуть небольшим оттенком страдательности, и страдательный залог можно назвать средний страдательным, с небольшим оттенком средности, ну все-таки по базовому своему употреблению, да, вовлеченность подлежащего, ну какая-то в широком смысле, либо то, что подлежащее подвергается действию. Так что, две у нас формы, признак среднего залога суффикс «мен», признак страдательного залога суффикс «те». Посмотрите на парадигму, именит ли падеж единственное число «лу-сэйс». Здесь у нас немного неожиданное «йота». Мы не ожидали ее, а она появилась. Мы бы ожидали, что просто сигма все съест и будет «лу-сэс». Но когда происходит съедание, когда что-то выпадает или съедается, в греческом языке нередко имеет место так называемое компенсаторное удлинение. То есть, если что-то там съели, то соседняя гласная удлиняется, причем зачастую гласная может удлиниться в дифтонг. Вот это и произошло. А гласная «э» удлинилась в дифтонг «эй». И мы вот видим этот результат компенсаторного удлинения «лу-сэйс». Его, опять-таки, нужно запомнить. Еще раз повторяюсь, именительные падежи встречаются чаще всего. Ну, потому что именительный падеж – это как раз падеж для обстоятельственного причастия, а обстоятельственное значение выражать нужно достаточно часто, и поэтому такой вот есть запрос на обстоятельственное употребление. Дальше, правда, идет все по правилам. Лу-те-н-тос, видите, суффикс хорошо-то виден. И н-те, лут-эн-ти, лут-эта, лут-эйс, лут-эн-тон, лут-эй-син, видите, сигма съела опять компенсаторно удлинилась, и лут-эн-тас. А в среднем вроде все попроще. В именительном падеже нет этого компенсаторного удлинения, там нулевое окончание, это выпало, лут-эн, лут-эн-тос, лут-э-ты, лут-эн, лут-эн-та, лут-эн-тон, лут-эй-син, а вот здесь съедание и удлинение есть, лут-эн-тан. Женский род, как всегда, имеет несколько иной суффикс, и для практики можно запомнить его как суффикс «и-са». Лут-эй-са, ну, почему я сказал для практики, потому что, ну, на самом деле, это в дифтонг-эй плюс са, и здесь результат какого-то исторического процесса, но нам сейчас уже процесс трансформации суффиксов, который привел к превращению гласное эпсилон в дифтонг, и всему остальному неинтересен, нам интересен результат. Поэтому вот это запоминаем. Т-эй-са. Самому знакомому, помните, это в действительном узологе было са-са, и вот в среднем узологе т-эй-са. Поэтому т-эй-са, т-эй-сэс, т-эй-сэ, т-эй-сан, и так далее по обычной модели для первого склонения. Смотрите на эти формы, очень хорошо виден суффикс «т». И даже когда «т» появляется, «йота», когда еще что-то, все равно «т» виден, и по нему вы легко распознаете причастие аориста страдательного залога. Так что, как видите, иметь с аористом одно удовольствие – дело. Вот мы, конечно, нужно в действительном залоге запомнить, вот это САС именительный, потому что единственное число, и потом САН. Во всех остальных в женском роде САСа запомнить, и все, что дальше потом следует. В среднем роде, в среднем залоге запомнить САМэн, и в страдательном залоге запомнить Тэн-Тэ для мужского среднего, и Тэй-са для женского. В общем, совсем немного, там вот по пальцам одной руки можно пересчитать все те морфемы, которые вы должны запомнить, или подучить, на которые обратите внимание. Вы видите, уже многие элементы нам знакомы, даже и по причастию настоящего времени. Так что с освоением этих форм вы справитесь. Продолжение следует...